Мы представляем официальную делегацию парламента Кубани и в первую очередь обсуждали, конечно же, вопросы долгосрочного сотрудничества. Дело в том, что эта проблематика, на ней мы работаем уже много лет, начиная с 1999 года и работали вне привязки к тем событиям, которые свершились. Но мы совершенно отчетливо понимаем, что если народ Крыма и народ Севастополя примут решение о присоединении к России, то тем паче эти вопросы вспыхивают с большей актуальностью. Но что волнует Алексея Михайловича? Его, конечно же, волнуют совершенно обыденные правильные вещи для горожан. Это работа социальных учреждений, работа транспорта, школы, выплата пенсий, зарплаты и так далее. Но откуда возьмутся эти деньги? Это налоговое поступление. И, конечно же, в этой связи вопросы налогообложения и ведения бизнеса теми структурами, которые уже сформировались за предыдущие 23 года. Наша сторона не менее заинтересована в том, в развитии двухсторонних взаимоотношений. Вот возьмем один простой пример. На Кубань за последние годы приезжает все больше и больше туристов. И количество этих туристов достигло практически 12, около 12 миллионов человек. Это уже критическая цифра, потому что предлагать им какие-то постоянные услуги уже неинтересно. Люди хотят каких-то других новых интересных услуг. И, соответственно, если мы возьмем опыт других государств, тех же европейских государств, устоявшихся экономикой, скажем, туристические кластеры, а мы как раз с Андреем Владимировичем представляем собой туристическую отрасль, туристический бизнес, то, скажем, туристические бизнесы, которые граничат на границах Швейцарии, Франции, Италии и других стран, туда едет большее количество туристов. Они хотят из одной страны переезжать в другую сторону, из одной территории в другую. И вот здесь для нас, для развития туристического кластера, туристического бизнеса, как раз представляется наибольшее количество возможностей. Потому что на территории побережья Черноморского и Северного Кавказа Краснодарского края, к сожалению, нет таких уникальных объектов, какими являются там Ялта, Ливадийские дворцы. Ну и целый другой перечень, который мы можем сейчас повторять, это общемировые бренды. Конечно, наши туристы хотят и обязательно поедут сюда. Соответственно, родятся новые бизнесы. То есть этих туристов нужно обслуживать, нужно селиться в гостинице, нужна вкусная еда, нужны интересные маршруты, нужен целый комплекс и перечень услуг. И имея практику, опять же, опираясь на мировой уровень и на опыт уже Краснодарского края, мы можем совершенно точно сказать, что туристическая отрасль является развивающейся отраслью. Она тянет за собой как локомотив множество экономики. Это тоже виноделие. Россияне очень любят крымские вины. Они являются особенными, хотя они любят и кубанские вины. Но это различные, скажем, по своим вкусовым, по качеству изготовления и так далее. Поэтому турист хочет попробовать новые, новые виды услуг. Поэтому я абсолютно уверен, как человек, который долго занимается туристическим бизнесом, что россияне поедут в Крым, поедут в Севастополь. Несмотря на то, что Севастополь является, конечно же, военно-морской базой, но он собой представляет исторический интерес для граждан. Я думаю, что мало кто, то есть достаточно узкое количество людей интересуется непосредственно военной проблематикой. Но наша общая героическая история. Вот те исторические события, которые проходили в Севастополе, в множестве севастопольских бухт, они очень интересны россиянам. И так случилось, что мы долгие годы были как-то в меньшей степени имели возможность сюда приезжать. И теперь этот интерес, он не случайный. Люди будут сюда приезжать. Безусловно. В дополнение к тому, что сказал Александр Васильевич, в общем-то понятно, что Краснодарский край является приграничным. Мы являемся соседями, самими близкими. И с учетом последней ситуации, ну, самой, в общем-то, единственной с российской территорией, по крайней мере. И я думаю, что, ну, и коллеги наши до этого рассказывали. Несомненно, мы очень надеемся на быстрое возведение переправы, ну, полноценной. Что это будет, там, мост или там, тоннель. Это дело федерального правительства. Со своей стороны хочется сказать, что, конечно, Краснодарский край и наша туристическая отрасль, она развивается. И прошедшая только что Олимпиада дала возможности Краснодарскому краю получить еще и горно-климатический кластер, которым является Сочи. С новой инфраструктурой, с новыми возможностями. И имея этот кластер, в общем-то, Александр Васильевич сказал, что туристы хотят видеть абсолютно разные вещи. И имея с нашей стороны вот этот горно-климатический кластер, а со стороны нашего ближайшего соседа Крыма, мы имеем и исторический туризм, и, конечно, природные объекты абсолютно неповторимые. Туристический именно, в смысле пешего туризма, там, ела, мототуризма, автотуризма. Целый огромный потенциал. Андрей Владимирович, знаете, что важно очень добавить в этой связи? Вы подняли очень важную тему. Ведь Россия и Краснодарский край, в частности, не имели такого опыта по возведению такого уровня объекта. И сегодня жители Краснодарского края фирмы, которые работают на территории, они этот опыт получили. Для крымчан, к сожалению, с достаточно серьезными инфраструктурными проблемами, этот опыт очень важен для восстановления инфраструктуры Крыма. Потому что федеральное правительство, и мы знаем об этом, оно собирается как бы серьезно вкладываться в инфраструктуру Севастополя, Крыма. И вот пригодится этот опыт. Мы готовы, как самые ближайшие соседи, этим опытом меняться. Он очень будет важен и востребован для Крыма и Севастополя в ближайшее время. Потому что им будут как раз возможности для развития новых бизнесов для севастопольцев, для крымчан. Ну и здесь, если говорить о той мегастройке, которую только что мы прошли, ну, в общем-то, понятно, что сам Краснодарский край в одиночку, Олимпиаду построить такие объекты инфраструктурные не может. Ни один субъект в Российской Федерации самостоятельно реализовать все инфраструктурные проекты не может. В этой части, конечно, позиция федерального правительства. Субъект имеет свои полномочия, но федеральное правительство все-таки крупные инфраструктурные вещи делаются прежде всего за эти финансы. Консолидируя все регионы, конечно. Консолидируя все регионы. И поэтому, конечно, мы понимаем, что для того, чтобы получить новое дыхание экономики и только увеличить этот поток, не прерывая взаимосвязь с Украиной, не дай бог. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Никто об этом не говорит. Чтобы получить новый толчок, необходимы инвестиции прежде всего в дорожную структуру. Ну, мы проехали. Я, честно говоря, бываю в Крыму регулярно. Я и летом был здесь, проезжал. Я люблю путешествовать по Крыму на автомобиле. И, конечно, дорожная инфраструктура, она за эти годы во многом облегчала. Есть какие-то куски адекватные. Но для того, чтобы сюда люди поехали, конечно, нужен другой уровень. Если вы были в Краснодарском крае, я приглашаю вас. И у нас, конечно, дорожная инфраструктура более развита. И это, прежде всего, федеральные дороги. И то, что сейчас у нас строится М4 Дон в сторону Сочи, она и продолжается, несмотря на окончание Олимпиады. Это инфраструктурные, это все-таки за федеральные средства. Необходимо сюда наладить нормальную переправу для того, чтобы и бизнес получил все-таки транспортная логистика. Она дает другие возможности по заведению продуктов, удешевлению продукции. То, что касается жизни, в общем-то, непосредственно людей и бизнеса. Бизнес не может развиваться без инфраструктуры. Ну, и я хочу добавить, что мы тоже заинтересованы в целом ряде уникальных крымских продуктов. Потому что вот все эти годы, если ты отправляешься в Крым, то тебе заказывают там целый ряд продуктов. Начиная там от вина, лука, сала крымского и так далее. Ну, утилитарно. Но, скажем, сегодня турист взыскательный. Он хочет получать интересные вкусовые ощущения. Хочет получать уникальную кухню. И вот, возвращаясь к тому же там крымско-татарскому вопросу, который пытается все сегодня педалировать в обратную сторону. Но я бы хотел заверить, что Краснодарский край как раз уникален в своем интернациональном воспитании. И где проживает больше 120 национальностей, которые уживаются вместе. Причем нам нечего делить. Вы видели, что за последние 20 лет на территории Краснодарского края вообще даже признаков каких-либо национальных волнений не было. И разговоров в этом нет. Почему? Потому что у людей огромное количество возможностей для развития бизнеса. Поэтому я думаю, что тоже крымско-татарское население, оно получит новые возможности, скажем, для улучшения своего материального благополучия за счет развития бизнеса. Потому что те, повторяя, вот огромное количество туристов, которые есть сегодня в Краснодарском крае, они тоже хотят получать какую-то новую подпитку, в том числе и из Крыма. Пожалуйста, мы готовы принимать те же продукты питания. Мы готовы принимать какие-то новые услуги и так далее, и так далее. Это процесс взаимоувязанный. То есть за счет Краснодарского края у Крыма появляется огромная возможность, но и у Краснодарского края появляется тоже дополнительная своевозможность. То есть мы становимся более как бы таким диверсифицированными в оказании услуг и для роста бизнеса. Конечно, вопросы, связанные с развитием энергетики, инфраструктуры. Мы, я уже об этом говорил, готовы делиться своим опытом и не только на федеральном. Это, конечно, безусловно, основном вопросы федерального уровня, федерального значения. Но, как показывает практика, и мы это видим, что вот соседские взаимоотношения, они, как правило, всего ближе. И порой мы их, соседи, инициируем в федеральные структуры. Как возникла ситуация по той же Олимпиаде, ведь она изначально начиналась из Краснодарского края, потому что Краснодарский край находился примерно в той же ипостаси, как сегодня Крым. Да, неплохая территория, да, с хорошим прошлым. Но наша экономика, она не была сильно диверсифицирована, не была сильно развита и так далее. Вот пример очень простой. Если брать в этом нет никакого секрета, бюджет Краснодарского края 2000 года, там собственных доходов около 13 миллиардов. И, скажем, бюджет Краснодарского края прошлого года, порядка 180 миллиардов, это колоссальный рост, колоссальный скачок. Понимаете, то есть он достигнут как раз упорной работой всех ветвей власти, всех жителей края. И, естественно, выстраивая правильные взаимоотношения с федерацией. Крымчане очень трудолюбивый народ, очень порядочный, трудолюбивый народ. И мы уверены, что вот 2 миллиона жителей Крыма, Севастополя, они, конечно, вкупе с Россией очень много могут сделать для собственного благополучия и для развития вообще этой уникальной территории. Вот знаете, у нас мы встречаемся, прежде всего, с депутатами, с органами исполнительной власти. У нас мы готовим там и план мероприятий совместных. Вот одно из мероприятий, которое наш комитет планирует в этом году вместе с комиссией Республики Крым. Мы сегодня с мэром города обсуждали. Не секрет, агротуризм в Европе, в мире сейчас развивается. Но, в общем-то, нам и Краснодарскому краю, и Крыму, сам Бог велел, это новое направление, которое только начинство. Это имеется в виду и винный туризм, когда люди едут, и те садовые, плодовые растения, которые у вас растут. То, что у нас мы имеем при этом несколько разное сельское хозяйство и при этом с целыми рядом достопримечательностями. И вот Александр Васильевич приводил в пример. Вот эти территории, например, Италия, тут же со стыки в горной части с Швейцарией, когда люди в горах, яблочные сады смотрят, живут на одних агрофермах, потом на прибрежной части других, тут же едут на море, купаются. И везде, по всему пути они оставляют, естественно, свои деньги. И развивая экономику не только одного куска, где они там приехали, и там две недели в одной точке. Сейчас уже так мало кто делает. Везде, вы видите, в Европе там идут туры. А, соответственно, эти туры, с учетом диверсификации, когда ты можешь и в агротуре посмотреть, и посмотреть, как выращиваются условно. Мы сегодня говорили, там, ваш замечательный лук, где-то там посмотрели, там что-то поели. Здесь и кухня самобытная, здесь потом переехали дальше, пересеклись границу. Там у нас тамань со своими особенностями и так далее. Мы можем выстроить, и что необходимо, о чем мы уже работаем, независимо от того выбора, который происходит. Абсолютно. Мы в любом случае остаемся соседями. И общекультурным кодом, как сейчас принято говорить. И нам в любом случае, мы со своим профильным министерством, и все равно мы общались по телефону, пока завтра примем участие в форуме, Крымская весна с министром Крыма по санитарно-курортному комплексу. Необходимо создавать прям уже сегодня туры, которые бы выходить на турпродукт и предлагать к продаже в крупных городах Российской Федерации уже в этом году. И готовиться дальше, чтобы это были уже некие единые туры. Ты там за, не знаю, за 15 дней ты пересекаешь Крым, заезжаешь в Краснодарский край, инфраструктура там с аэропорта улетел с одного, прилетел с другого. Это турпродукт, который необходимо уже сейчас предложить на рынок. И я абсолютно уверен, что что там интересно. Тем более, что у россиян есть особая историческая память, связанная с Крымом и Северным Кавказом. То есть они хотят туда ехать, хотят смотреть. Они едут сейчас. И продолжают ехать, но на пути их поездок возникает множество ненужных преград. А наша задача как раз эти преграды сейчас снять. Ведь ни одна страна мира, мы сейчас живем в таком очень многополярном и развивающемся мире, она не смогла быть успешной, если она изолирована. Поэтому вот в этой связи очень важно сейчас, и мы это подчеркиваем как раз, что нам нельзя терять связи с Украиной. Потому что ни в коем случае там живет такой же братский народ. Там политики с теми или иными отклонениями приходят и уходят, а люди остаются здесь жить. Их семьи, их развитие, их дружеские, добрососедские, родственные отношения. Они обязаны быть и они будут. Я в этом просто верен. То есть верю в это и в этом абсолютно убежден. И в этом нам очень импонирует политика вашего мэра, который там не рубит шашкой налево и направо. Он прекрасно понимает, что там нелегитимная власть Крыма, то есть нелегитимная власть Украины на сегодняшний день, она не снимает обязательств с властей на местах. И то, что сегодня избранный мэр Севастополя, выполняет, мы видим это. Работают школы, больницы, выплачиваются пенсии, зарплаты. Налоговая система работает и так далее. И в этой связи надо людям объяснять, что всякие перемены, они должны быть направлены на благо людей, но никак не на ухудшение их благосостояния и, самое главное, безопасности. Если тебя грабят и убивают, уничижают за другие взгляды, конечно, это очень плохо, и от этого нужно защищаться. Поэтому, вероятно, с этим связан такой тренд, тенденция к тому, что Крым возвращается, скажем, в Россию. Но, повторяю, что мы, соседи, примем любое волеизъявление крымчан, каким бы оно ни было, и от этого наши к ним добрые чувства, добрососедские, они не изменятся, поверьте. Поэтому мы здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok